Мы так и живем. Значит, вам адрес дал владыка. Прихожане. А? Прихожане. Прихожане. А кто из прихожан-то там в Ишиме знает? Там один прихожан, это... А как его звать? Имя его забыл. Ну, он в прицепе живет. Так и как верит. Прихожане. А владыка знаешь, что вы сюда поехали? Неа. А вы кем работаете? Я в деревне живу, батюка. Ну, а в деревне-то живешь, кем работаешь? На Пилораме. На Пилораме. Так из дома-то выезжал раньше, до этого, когда? Угу. А что вас так заинтересовало сюда приехать-то? Как вы узнали? У меня просто беда случилась. Нет, это ваше дело, беда. Почему вы именно ко мне-то решили заехать бедой-то? Как вы узнали? Да нет, я думаю, заеду, хоть это, попросу... Кому заехать-то? А вы про меня как узнали? От кого? Да про церковь. Церковь наша же. Церковь где? У вас там в Милусинске-то? В Ишиме? Кто вам про нас сказал-то? Да я спросил, там у прихожаней, где община находится по пути. Мне сказали, по пути-то где? Нет, почему именно на меня? Кто мог сказать-то? Никто. Совершенно не... Еще понять не могу. У вас документы какие-то есть с собой? Все есть. Вы покажите. Пока ешьте, я посмотрю, запишу. Доставлю. Я зашел в гости. Я понимаю, я говорю, документы покажите. Сумки у меня документы. А где сумка-то? На водолю. Документы в сумке. Да так, разве так делается документы в сумке? Да вот только приехал я. Да не в этом дело. Документы-то в кармане, они не в сумке. Ой, Господи, помимо. А вы в армии служили, нет? А какое у вас образование? У меня среднее. Среднее-то что, 10 классов кончал? 9. 9. А вы не были в заключении, не сидели? Упаси Бог. Ну, упаси Бог, конечно. Я-то сидел, поэтому я спрашиваю. Мне эта система хорошо известна. Я один раз сидел. А почему сидели? Ну, я за слово Божие. Я миссионер. Я в пяти тюрьмах был, в лагере. Пакостить нельзя и сидеть нельзя. У вас сейчас с тобой никакого документа здесь нету. С тобой нет. Как фамилия-то? Левин. Левин. Левин? Левин. Ну, ладно, запишешь потом. Говорите, 22 года? 24. 24. 24. Куришь, нет? Куришь. Куришь, да? Да какой же ты верующий, если ты куришь? Из-за болезни. Болеешь и поэтому куришь, да? Да ты болеешься от того, что куришь? Нет. Ну как нет? Это никогда того не делается, чтобы верующий курил. Уста курящего демонская кадильница. Пойди причащаешься еще. Нельзя причащаться. Когда курит человек, причащаться нельзя. Не пьешь? Выпиваешь? Пить не пью. А с кем живешь-то? С родными с кем? А? С родственниками. С родственниками. Ну с родственниками. Какое оно родство-то вам? Кто с родственниками-то? Брат, сестра, мать? Бабушка. Бабушка? Да. Не женатый? Нет. А мать-то живая? Нет. Матери нету. Ни сестры, ни брата, никого нету. Нет. А зачем ездили-то в Ишим, как попали? Да я работал там. А? Работал, работал. Я не пойму, работа какая? В Ишиме работали? Нет. Да я проездом. Я уже пятый раз сказал. Я понимаю, но из дома-то поехал в Ишим-то зачем? Да какой я в Ишим поехал? Я проездом через Ишим. А вы из дома-то уезжали? Где были-то ваши центры? В Краснодарском крае я был. Где? В Краснодарском крае. В Краснодарском. Это далеко были. А туда зачем ездили? Работал там. И долго там работали? Семь месяцев. Сколько? Семь месяцев. Вы громче говорите, он не слышит. И кем работали? Я на рынке работал. Кем я говорю? На рынке работал. На рынке. Я плохо слышу. У меня. Так а что туда ездили работать? Дома разве нет работы у вас? Какая там работа? Деревня. Так а что тогда поехали? Дальше не стали работать. Там бы и остались в Краснодаре-то. Не захотели. А вы в Ишиме-то как вы оказались? Ну как? На даме. Нет, так вы ехали-то домой. А как вы в Ишиме-то почему остановились? На электричках ехал. Так Ишим-то в стороне стоит. Как вы туда? Нет. Не в стороне. Ошибаетесь. И сколько вы в Ишиме были? Один день. Один день. И что вы там стали спрашивать про Барнаул? Где остановиться? Ну вы припевайте. Это вам не... Сейчас я... Можно есть и разговаривать. Потому что сейчас времени нет вам. И идти надо, чтобы не опоздать. Берите. Время-то уже вам... И сколько билет от Краснодара до вашего места стоит? Почти 4 тысячи. 4 тысячи? Еще себе. Так вы при деньгах уходите. И сейчас домой придешь и дома остаешься? Больше не поедешь никуда? А дома-то как время проводишь? Вот приезжаешь домой, дальше что? На пиараме работаю. Ну поработал. Потом-то дома-то у тебя что? Какое-то занятие есть, кроме работы? Ну дома помогать. Управляться. Там у вас церковь есть или нет? Нет. А там какие-нибудь баптисты, адвентисты есть? Никого нету. Так а зачем же ты куришь? Не понятно. Как же так? Из-за зубов. И на раз с собой у тебя табак есть? Нет. Из-за зубов. У нас во двор даже сюда нельзя заходить с собаком. Вот здесь молимся. Для нас вера курящий это неверующий. Так, налить еще чай или хватит? Я тебе досу это повешиваю. У тебя с собой-то есть что поесть? А что не покупаешь-то? Почему? Дорога-то чем питался? Хлеб был. Чай, одну воду пил? Хлеб был. Хлеб, говорит, был. Хлеб? Хлеб, хлеб. Ну хлеб, это еда, уже не помрешь. В Краснодаре мы были. Нынче были, в прошлом году. Мы ездим с благовестием. Там Воронежская область рядом. Ставрополье, Ростовская. Знаю я это. В Краснодаре этот Марьясов. А дорога-то ехал когда поездом. Да с кем-то познакомился хоть? Не поездом ехал. Не поездом? А как? На электричках. На чем? На электричке. Так электрички тут же не ходят. Это же поезд. Электрички только от близлежащих городов. Да. С пересадкой. Вы больше так никогда не делайте нигде. Так не делается. Это так вообще так не делается. У нас если случится кто-то, мы знаем это чужой. Сразу милицию вызываем. Кто-то ломится и весь сказ. Мы это в поездках и никогда так не делаем. А брат, можно еще это? Еще одну вот печенюшку. Так, что нужно? Печенюшку. По одной только разрешаются печенюшки. Вам дали одну? Мы по одной едем. У нас строго норма на все. Ешь вот картошку. Ему надо кипятка подлить. А? Кипятка подлить надо. Кипятка. Давай, дали. Давай кипятку. Сейчас можно попробовать. Может размокнуть. Оно не размокает. Мощи кусай. А величать-то тебя как? А? Величать как? Вениамин. Как он говорит? Вениамин. Вениамин отец? Как? Отец Вениамин. Ты Вениамин? Да. А Яков кто? Вениамин Якович по паспорту. Не пойму, как? Вениамин Якович по паспорту. А отец Яков был? Да. Мне кажется, он назвался Яковым. А включение я Яков. А в крещении Яков? С той шкуркой выделки, неизвестно куда, ночью идти. Ты сильно-сильно рискуешь. Это незнакомое место, тем более. Спасибо, Господи. Из-за стола выходят три поклона. Три поклона сделай. Вот так вот. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий. Помимо меня, Грешек. Поклонись, чтобы не просто так, а рука могла пол достать. Поклонись, как следует. Господи, слава тебе. Аллилуйя. Так, вот это да пей. У нас не положено оставлять в году. Так, давай-ка я тебе сейчас на дорогу положу. Картошки. Подожди, маленько. У меня сейчас еще есть. Так, изюм у тебя. Кураги положим. Ты с Вастена любишь это дело. Вот я тебе положу эту стыльник, а только по одному. Вот три стыльника положу. Это один раз. Одним утром, другой в обед. Зараз два не ешь. Это наши правила такие. Мы ешь. Ну, мы живем просто так. Так, у тебя и сумки нету? Есть. А где она там? На вокзале, в камеру хранения. На вокзале. Да ты ее сдал как? Само сказал, это... В камеру хранения. В камеру хранения. Значит, ты номер-то запомнил? Паспорт, да. А как же ты без паспорта-то вышел, непонятно? Вот. Но это наша. Да. Что ты показываешь-то ее? Зачем? Вы сказали. Нет, я говорю, номер, касса-то свои. Где? Конечно. Ладно, просите в ресторане. Поблагодарим Бога. Отец наш Небесный. Хвала Тебя, слава, счастье и поклонение, за великие незреченные милости Твои и за это посещение. Сохрани нас от обмана, от всего, чем полнится мир. Ты сам предупреждал, чтобы мы остерегались людей, ибо они будут предавать нас. Мы пережили эту страшную беду, убийство. Будь милостив нам, благослови эту душу, освободи от вас порога табакокурения и все, что не славит Тебя. Верни ему добрый разум, чтобы имя Твое Святое не хулило через жизнь нашу. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Так, сейчас брат проводит тебя. Одну точку, подожди. Все, ладно, Владимир, положи, сходи, сейчас он пойдет. Ладно.